Приветствую вас! На момент записи этого ответа у вас был один ответ от коллеги Лидии и в общем-то она все довольно так хорошо что подробно вам расписала, что нужно делать и как себя вам вести. То есть я думаю, что в общем-то добавить к ее сообщению что-либо довольно, ну так, довольно сложно, потому что явно ответ там довольно исчерпывающий. Вот. Мне бы хотелось обратить ваше внимание на немножечко другой момент, на немножечко другой аспект. Дело заключается вот в чем. Если ваш ребенок, как вы говорите, не хочет стать без вас, если ваш ребенок, как вы говорите, получается боится спад без вас, а я именно так это воспринимаю, вот, то тогда получается следующее, что что-то ребенка напугало, чего-то ваш ребенок боится, чего-то напасается, где-то в чем-то ваш ребенок видит угрозу и соответственно надо бы постараться понять, постараться понять, где же именно он видит угрозу. Потому что на самом деле ситуация довольно серьезная и если ребенку не помочь с этой ситуацией справиться, если ребенку не помочь как-то вот из нее выйти, то подобный страх может оказывать, скажем так, влияние на малыша в течение всей остальщицы его жизни. Потому что, как известно, детские страхи это именно то, что сложнее всего поддаются воздействию. Нет, конечно, можно, безусловно, воздействие есть, воздействие происходит. Об этом даже не идет никакой речи о том, что воздействие происходит. Вот. Но, тем не менее, все же я бы хотел, чтобы вы постарались понять данную вещь и постарались для себя этот момент, значит, понять, постарались этот момент для себя, но как-то уяснить, раскрыть и так далее. Ибо на самом деле момент достаточно серьезный и важный. Это значит то, что касается страха ребенка. Значит, что делать, если эти страхи есть? Во-первых, нужно, чтобы вы постарались, и, говоря постарались, я имею в виду, действительно приложили некоторые усилия к тому, чтобы это сделать, поговорить с ребенком, и выяснить, значит, почему же он боится, и чего ребенок таки боится. То есть, вам нужно выявить его страх, вам нужно постараться понять, чем его страх продиктован, и поговорить с ним об этом. Чего ребенок боится, значит, чего ребенок опасается, и как можно ему помочь в его ситуации, в его контексте. Как правило, помогают разговоры, как правило, помогают обсуждение того, чего ребенок боится, как правило, помогает, значит, общение с ребенком на данную тему, и... Как правило, значит, после разговоров, после внимательного выслушивания ребенка по поводу того, что с ним происходит, и почему он испытывает страх, да? Как правило, после этого, значит, ну, возникает у ребенка, значит, понимание того, что, в общем-то, бояться нечего. И это, вообще говоря, играет только на пользу ребенку, вот, и, собственно, постепенно-постепенно страх уходит, и ребенок начинает понимать, что боялся он там всего этого зря. Вот, вот, ну, а так, в принципе, тот, кто сказал о эксперт-клиде, вполне вам подходит, я думаю, что вам рекомендации ее помогут. На этом все, надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы остались дополнительные, пишите в личку, помогу вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим, желаю вам всего самого доброго, удачи и успешного разрешения данной ситуации в лучшую сторону. Продолжение следует...